Привет! Ой, ну вот прям вот так официально. Вот Бахтияр и Михаил, да, не знаете меня. И вот я познакомлюсь, может быть, вы тоже еще не знаете, кто я, что я. По виду понятно, кто что-то, а что там за этим? Поделюсь, ну, познакомимся. Я сертифицированный бизнес-тренер, проходил обучение в Киеве. Я сертифицированный коуч. Коуч – это человек, который индивидуально работает. То есть у меня есть клиенты, вот, Екатерина, также проходил у меня коучинг. Вот, можете мне потом спросить, что это, как это. Вот, и сейчас вот такая программа у меня действует, когда я, ну, так сказать, бесплатно делюсь знаниями, мотивирую людей, да, в разных компаниях. И вот я в Сбербанке у меня коучинг проходил, вот такие мои достижения. В строительной компании крупной у меня проходил тоже коучинг и мотивационные встречи. Вот, и я отделюсь. Вот. И сегодня мы поговорим об Арифлейм. В Арифлейм, да, что это компания, я с ней знаком уже 11 лет. И мой успех связан с этой компанией, поэтому я, прежде всего, вот, как бы здесь, как бы со всеми общаюсь. То есть, потому что, ну, Арифлейм это очень мощная компания, вот, и вы в ней можете очень много. А как вы сможете очень много, я вам расскажу себе. Дам инструменты, которые вы можете прям взять и применить, но не только в Арифлейм, а еще и в жизни. Ну, это вы сами, я вам расскажу, как в Арифлейм. Вот. Ну, мне 25 лет, я также спортсмен, занимаюсь единоборствами, у меня свой спортзал, свой тренинг-центр. Ну, я, там, чемпион по Болжии, и в Арифлейм был вот еще, вот. Это вот вкратце обо мне. Если хотите что-то узнать об Арифлейм, можете спросить. Есть вопросы? Если были бы девушки свободные, сразу спросили, а ты жена, Арифлейм? Ну, я знаю, что жена. Вот. Это вкратце о себе, и у нас времени мало, а хочется вам дать много. К вам вопрос. Зачем вы сюда пришли? Зачем вы в Арифлейм, и зачем вот сюда пришли, ну, в частности? Ну, я планирую, например, в ближайшее время освободят сейчас деньги, заняться небольшим бизнесом. Так. Заработать еще больше денег. Как это с Арифлейм связано? Пока никак. Пока со мной. Он муж с Светланы. Я понял. А в Арифлейм пока не подписан. Ну, в смысле, не работает. Так он морально помогает. Морально поддержка, вдохновение, супер вообще. Но есть своя бизнес-идея, и хочется ее реализовать. Да. Отлично. Будут инструменты, можно будет их взять и применить там. Вот. И, может быть, сегодня что-нибудь щелкнет, узнаете про Арифлейм, и захотите использовать как дополнительный инструмент. Очень многие, как раз, основная работа работает, а в дополнение Арифлейм и дополнительный заработок. Ну, вообще супер. И там, и там. Там и воля, опа, а здесь. То не получилось, а вот тут хорошо. Вот. И, Бахтер, ты уже тут. Ты движешься. Да? Супер. Ну, вас, девушки, я знаю. Вот. Вы мастера уже. Дам дополнительный инструмент. Дополнительный инструмент. А, Бахтер, зачем здесь? Я сюда пришел здесь для общения. Общение, во-первых, потом заработать. Потому что самое большое, тяжелое общение, это общение с людьми. Коммуникация. Коммуникация, да. Повышать свой, как сказать. Профессионализм. Профессионализм, да. Отлично. Чтобы четко настроить цель. Цель. То есть, ты видишь здесь возможность развития своих коммуникаций, о коммуникациях, совершенно согласен, они везде нужны. Ну, мы же везде общаемся, да? Хорошо сказал, я присоединяюсь. Вот он мои мысли выразил, я тоже вот это хочу. Не знаю, что я уже давно, и тем не менее, все-таки хотелось бы еще больше. Совершенству нет предела. Да. Вот так. Супер. Супер вообще. Есть цель. Есть цель, есть цель, ну, деньги заработать, мы люди нормальные, деньги хотим, да, есть цель реализоваться, заработать денег, и, может быть, потом еще что-то, да, что-то реализовать в помощи. И это общение все время, постоянно. Общение, да. В общем, народов с детьми. Ну, мне машину надо, да, поремонтировать, а рассулили знакомые. А все благодаря рефлейму. Вот. А теперь, у нас же тренинг, а чем тренинг от лекций отличается? Не знаю. Лекция, наверное, это лекция, а это обучающая. Обучающая, а как лучше все обучаться? Практика. А вот про футбол, если мы лекцию прослушаем, мы научимся его? Нет. Нет, надо поиграть. Поэтому давайте поработаем, и будем, ну, сейчас поработаем прям. Вот. Настраивайтесь, и вот бумажки, листочки, взяли это с супер. И мы сейчас проделаем одну из таких мощных работ, техник. И я вам скажу вообще, что это как. Сейчас надо будет записать пять своих ценностей в жизни. Какие у вас самые главные ценности в жизни по приоритету. Вот, самое главное вообще в жизни. Потом, тык-тык-тык-тык-тык. И про, ну, про Данжиро. Вот Михаил рекомендую, на будущее тоже пригодится. Ты кем хочешь стать, да? Нет, ценности. Вот что для тебя ценно? Для кого-то, ну, кто-то хочет богатым стать. Ну, богатство, главное. У кого-то семья. У кого-то семья. У кого-то саморазвитие. У кого-то там родственники. У каждого, как бы, человека, ну, свои ценности. По приоритету, да. Самое главное вообще сначала, а потом. Лид, ты делаешь тело? Я на другом тренинге делаю. Сколько рода штук? Пять. Топ-два, не все, пока. А вещи-то тут, это тоже ценность? Или какие-то такие глобальные? Глобальные. Надо глобально. Как Галилео. Записали. Кто самый смелый и озвучит? Да, я озвучу. Давай. Первое, я бы хотел в жизни самым ценным стать лидером для меня. То есть, самореализоваться как лидеру? Да, лидер вообще. Супер вообще. Да. Второе, быть лучше во всем вообще. Второе. Да, быть лучше. Самосовершенств, постоянно самосовершенств. Быть лучше. То есть, ты куда-то приходишь, и для тебя важно быть лучше. Да, вот, что бы я ему делал, я хочу быть визилкой там. Отлично. Супер вообще. Я такой. Третье. Третье? Третье, это здоровье, это однозначно. Ага, супер. Четвертое, это успех в жизни. Так. Если это, конечно, похоже, разберем. Не знаю, это будет так, это добиться поставленной цели, не хочу. Ага. Или это... Реализации целей. Ну, или реализации. Как взялся, короче, и прям с корня, короче, сделал. Так. То есть, для тебя важно, что ты вот, чтобы быть лидером, взялся за дело, и как реализовал, при этом быть здоровым, и чтобы успех в жизни. И вот, как бы, если... Я так могу так перечислять, если так, я до десяти могу говорить. Ага. Я понял. Ну, тут видно, да, вот четыре у нас пункта, они схожи. Вот у себя, посмотрите, может быть, тоже что-то схожи. В чем смысл? Вот если... Вот лидер, лидер, это, ну, вот в моем понятии, это человек, который знает, чего он хочет, он двигается к своей цели, и еще умеет воодушевить людей и создать за собой команду, которая также будет реализовывать опыт, двигаться к двух целях. Организатор, лидер. Согласуется с вашим понятием лидера, да? И в Арифлейм лидер, не зря же, лидер Арифлейм, да? Это как раз именно то. То есть надо воодушить людей, создать структуру, и чтобы все двигались, развивались. Для тебя это важно. Да, это супер. Быть лучшим. А если тебе предлагают, вот чем ты еще увлекаешься, кроме меня? Да я много чем увлекаюсь, так. Ну, так и основная. Вначале я машинами увлекаюсь. Машинами. Вот тебе предлагают, вот быть лучшим в машинах, вот самым вообще крутым, либо быть лидером. Вот ты либо по машинам вообще лучший в машинах, либо ты лидер вообще самый крутой. Ты что выберешь, это ли это? Либо то, либо то. Я лидером буду для тех, а лучшим буду в любом случае это уже как копия, я не знаю. В любом случае там тоже лидер. Так что там тоже не все у меня. Я тебя осуществил, да, я тебя понимаю, я согласен. А вот смотри, такая ситуация, вот или или, что выберешь? Лидером. Быть лидером, то есть остается по приоритету на первом. Лидером, короче. Отлично. А вот либо быть лучшим, ну в чем-то, вот прям самый лучший профессионал, спец, вот Бахтияра, это спец, все говорят, да? Или здоровье. Вот ты либо спец в чем-то лучший, либо у тебя суперское здоровье, или или, что выберешь? Ну если будет здоровье, то это однозначно все остальное. То есть здоровье важнее все-таки, чем быть лучшим. Отлично. Тогда у тебя по приоритету здоровье на второй план. Ну походу да. Походу да. Это нормальный процесс, вы сейчас тоже самое сытая. У себя тоже ранжируйте, да, переставляйте, сравнивайте и ставьте выборы, либо-либо. Что выберете? Если нижний выигрывает, верх его, теперь у тебя здоровье переместилось наверх. Если сравнить, быть лидером, у тебя команда, успех, или здоровье, что выберешь? Лидер. Все-таки лидер. Здоровье на втором месте, быть лучшим на третьем. Теперь сравниваем быть лучшим и успех в жизни. Это одно и то же. Ну да. Ну и реализация жизни, это реализуешь цели успешно. То есть для тебя быть лидером. И в Арифлейм, можно сказать, ты пошел прям по адресу. Очень хорошо, когда ваши ценности согласуются с вашими целями. Ценности, цели. Потому что очень часто у человека ценностью. У кого семья ценностей. А цель, например, идет вразрез с семьей. И человек метается и не поймет, что у него вообще. Что мешает. А реально у него как бы, ему важнее семья. К чему это все? Сейчас свяжем. Сейчас свяжем. Пропишите свои цели в Арифлейм. Сейчас у нас тренинг. Пропишите свои цели в Арифлейм. И если это не Арифлейм, то другую цель. Какая бизнес-идея? Например? Ну, я не знаю. Михаил, у него свои бизнес-идеи. Он может Арифлейм прописать. Может бизнес-идею прописать. Магазин такой-то. Или предприятие такое-то. А если цели не ясны? Здесь все смыслово. Ага. Потому что цель не ясна. Нет, цель понятна и озвучена компанией. Но я лично не могу прочувствовать ее никак. Поэтому у меня не получается быть тем, чем предлагает. Я никак не могу четко в себе. Да, я слышит со стороны, что лидерство, что там. К себе это никак не могу привязать. Что к тебе привязать. Что я лидер. Лидерство, да. Что я двигаю. Вести за собой. Вести за собой. Да, я не хочу вести за собой. Но я хочу, чтобы вместе со мной шли. Вместе. То есть не быть главным, а быть в партнерстве. Ну супер. Арифлейм же партнер. Но это есть цель, да? О, это и есть цель, да? Моя, да? Есть диктаторы. Брэйфлейм наверняка такие есть. Которые... По небесу есть. Арбайтен шнелле. Сонс шайнин. Солнце еще высоко, да? А есть партнеры. И вообще, ну как бы, респект тебе. Потому что, на мой взгляд, что партнерство гораздо более продуктивное. Гораздо более продуктивное. И человек, ну как бы, не как бы, а вот реально люди гораздо эффективнее, когда это партнерство. Поэтому твой ориентир, он правильный. Ну, пока не получается. Вот, вот. А что не получается? Связать работу нарифлейм и твои ценности. Для тебя главнее партнерство. Сейчас свяжем. Цель нарисовали, написали? Привет, привет. Теперь, как ваши цели? Вот представьте, что вы реализуете свою цель. Как она отразится на ваших ценностях? Как она поможет вашей ценности и укрепит ее? Вот сейчас желательно, чтобы каждый проговорил, как ваши цели, их реализация, помогут вам вот с вашими ценностями. Как они вообще взаимодействуют. Например, Бахте, ты станешь лидером, директором орифлейм. Ты станешь лидером? По-любому. Прямая взаимосвязь. Правильно? И, например, семья. У тебя вообще все великолепно. Тебя замечательно, ориентируйся, все согласуется, классно. А вот Катерина, например, семья. И Арифлейм. Как? Как? Просто, да? Вот я лидер Арифлейм. Что я получаю от лидера Арифлейм? Что получает? Давайте. Хороший доход. Хороший доход. Самогилизация как человека. То есть приносит не только финансовую свободу, потому что поток денежный организаций, а ну и как человек из себя реализовать. То есть это и какое-то личностное понимание из себя. И что-то сделать глобальное для космоса, для мира. Вот это тоже важно. То есть черри, да, это не просто, это глобально. Соответственно, как то, что ты станешь директором, отразится на семье? Ну, давайте. Директор. И это финансовая... Ну, я все стремлюсь к финансовой свободе, к доходу. То есть это организация все-таки доход. 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 Чем выше по ступеньке, тем больше доход. Как это на семье отразится и вообще на моих нормах отразится. То есть я смогу уделять деньги и здоровье. Это больше... Даже это можно связать и с семьей. Вместе с семьей, например, в баню ходить. Я не знаю, какие-то такие вот. Ездить на курорты тоже можно себе позволить. То есть выигрывая здесь, в Арифлейме, реализуя свои цели, в любом случае выигрываешь. Теперь, как сделать так, чтобы был позитив при движении, было удовольствие, кайф и наслаждение. Вот сейчас расскажем. Расскажу. А для начала... Такая вот вообще тоже классная штука. Забыл. Забыл. Честно скажу, забыл. Вообще сегодня, вот если честно, у меня сегодня такой день. У меня коучинг был с утра. Такой мощный консалтинг у меня. Человек в коучинге. И такие вообще мысли у меня, чтобы помочь ему развиваться. Я прям сижу, думаю, ой, я ему сейчас вот так скажу вот так, вот так. Раз. А он мне говорит в это время. Пока она говорит, я раз и забуду. Но потом вспоминаю. Сейчас вспомню, скажу. Поэтому не переживайте. Вот. А притча. Вспомню. Притча. Притча. Про трех каменщиков. Представьте. Строится здание. И трое рабочих таскают кирпичи. И один кирпичи таскает. Он вот такой грустный. И он один кирпич тащит. И еле-еле вот прям. Второй тащит. У него два кирпича. И он такой нейтральный. Он тащит и тащит. Топ-топ-топ. И тащит. А третий. Он такой вообще веселый. И у него три кирпича. А он радостный. Он чуть ли не бегает туда-сюда с этими кирпичами. И это увидел мужик. Вообще какое-то несоответствие. Подходит к нему. И спрашивает. Не к нему. А к первому, который с кислыми. Ты что делаешь? Я камни таскаю. Камни таскаю. И камни таскают это суть того, что он делает? Или по факту? По факту. Он таскает камни. И он смотрит на то, что он делает по факту. Ему что-то как-то невесело. Второго спрашивает. Ты что делаешь? Он говорит, нейтральный, два кирпича. Я деньги зарабатываю. Семью кормлю. Он такой. Ну понятно. По факту он что делает? Камни таскает. А по сути? Деньги зарабатывает. Деньги. То есть у него суть внутри. Он деньги зарабатывает. А потом по сути у первого что? Камни таскает. У него что он делает? Ты по сути. Да? Третьего спрашивает, который довольный, у него три кирпича. Анекдот на эту тему расскажет. Подожди. Да скажи сначала в речи. У него спрашивает. Ты что делаешь? Что такое? А он религиозный человек такой. Бога верит. И он такой. Я храм строю. Вообще. По факту что он делает? Эхачи таскает. А по сути? Крам строит. Крам строит. У него великая цель, большая цель. Алхимика кто читал? Алхимика. Там был парень, у которого мечта была попасть в Африку. Там клад какой-то. Вот мечта у него в Африку. Сон снился ему. Ему сон снился, да. Сон снился. У него была большая цель. Вот есть большая цель стать вообще лидером. Вот Бахтеры вообще мне резонировали, потому что я сам становлюсь лидером, развиваюсь. И могу много дать, подсказывать. И вы тоже лидеры. И вам тоже подсказываем. Вот. И теперь к вам вопрос. В Арифлейме, вы что делаете? Памятаска. Вот да? В чем разница была у этих трех рабочих? На второе равное. Путеваться. Они думали об одном и том же. Они совершали по факту одно и то же. А по сути у них отношения были разные. Содержания. Содержания именно разные. И именно вот это содержание, именно их фокус внимания. Вот я это специально запишу. У них был разный фокус внимания. Мы сейчас, кстати, будем проверять ваш фокус внимания. Они акцентировались на разном. Они думали о разном, когда делали одно и то же. К вам вопрос. Что вы делаете в Арифлейме? Где ваш фокус внимания, когда вы берете каталог и предлагаете? Где ваш фокус внимания, когда вы садитесь и проводите презентацию? Где фокус внимания, где договариваешься, бизнес-план? Где фокус внимания? Да, все задумываются. Все замерли, да? Да, о чем я думаю, когда мы вообще это делаем? Отлично. Вот это ваш ключик. Ключик. Вот я даю вам такой ключик. Его вот если применить, будет вдохновение. Будет вдохновение однозначно. Неиссякаемый. Неиссякаемый, совершенно верно. Я сейчас вам расскажу, как это сделать. Что туда еще добавить, чтобы было вообще классно. А для начала мы проверим ваш фокус внимания. Вот смотрите, у вас есть цель, правильно? Будем аналоги проводить. У нас есть цель. На одной шляпке этого гвоздя удержать 12 гвоздей. Как будем делать? Давайте не так. Какие мысли по этому поводу? Давайте вот прям честно. То есть надо, чтобы на шляпке удержались 12 гвоздей? Да, 12 гвоздей. 12 гвоздей в руке нет? Больше. Там больше ее, у меня это... Ну, мало ведут, кто свороет себе. С собой вожит. Между ними надо магнит положить. Нету вообще. Вот я тут. Нету магнита. А, да. Короче. Вот этот народ весь закрепит. Вот так. Воедино. А пустить нужно? Что нужно в конкретной освоении? Надо на одной вот этой вот шляпке удержать 12 гвоздей. А в руке будешь держать? Да. Вот я держу, а у меня тут 12 гвоздей. Как сделать? Вторую руку не подключать? Не подключать. Никак. Вот я держу, а у меня тут 12 гвоздей. Как? Вот согласитесь, стать директором Reflame попроще? Да. Поэтому, если вы сейчас решите вот эту задачу, и если вы усвоите тот алгоритм, по которому мы сейчас решим эту задачу, а мы сейчас ее решим, директором будет стать гораздо легче. Гораздо легче. А плюс еще фокус внимания, плюс я вам еще инструменты дам, вообще проблем не будет. Уже нет. Как? Давайте, вот мысли, какие мысли? А почему ты в руке держишь гвоздей? А где нет? Ну, положу. Вот на стол кладе, кросьте. Исходящая позиция такая? Вот, пожалуйста. А то ты как-то... Ты что-то намекаешь держать в руках или что? Нет, есть цель просто. А есть цель? Да. Вот у меня к вам просьба. Обратите внимание на свое мышление. Вот о чем вы сейчас думаете? Кто подумал, нафиг это вообще надо? Гвозди на одной шляпе. Какое это вообще отношение имеет? Так не получится, потому что если один закрепить, короче, чтобы... Челесообразно, что это какая? Какая целесообразность? Нет, у меня вопрос как. Какая целесообразность, да. Один вариант мышления. Думай, а зачем это надо? Нет. У меня вариант, как это сделать. Да, кто-то сразу думает, а как? Им интересно сразу разобраться, да, как это все. Какие еще мысли? Вариант тоже. Ну, вариант опять перебирать. Можно его прибить в стену под определенным углом, и все эти гвозди будут продержаться. Выложить, да. То есть пошло же мышление, как это реализовать. Вот пройдем аналогию. У нас есть Reflame и 100 директора. 12 директоров. 12 партнеров. Есть цель, и мы хотим действовать. И нам вот там то-то-то-то сказали, по аналогии, сейчас ее давайте сгвоздем, а потом аналогию проведем. Есть цель? Первый шаг к реализации цели. Какой? Какой? Я походу. Самый банальный. Самый банальный. Первый шаг какой? Как это делать? Решать. Как сделать? Надо, надо, это задача. Как? Дверь раз, гвоздей сюда. Решай. Я тебе задачу. Решаем. Решаем. Как решаем? Никак. О, сейчас с инцидентом вас будет висеть. Надо 12, а можно начать с одного. Это, короче, это. Надо записывать специалисту, который знает, как это делать. Супер. Вообще, Михаил показывает сегодня чудеса просто. Он вот это, не беря в руки, решает. То есть, найти того, у кого уже это получилось. Правильно? Да. Есть у вас тот, у кого уже получилось, стали успешным в этой сфере? Конечно. Есть? Одна голова хорошо, а две лучше. А если вы еще, то бишь, если вы еще двух лидеров найдете, были вообще классные. Лиль, надо тебе находить бриллиантовых, сапфировых, ты же директор, тебе надо, ну-ка, уже. Да? А вам, у вас Лиля есть. Есть Валентин. Можете у них узнавать. Второй момент, что надо сделать. Вот вы узнали, что есть человек, который это умеет. А как это узнать? Спросить у него. Как узнать, что этот человек есть? А как человек есть? Да, что этот человек есть. Ну, в интернете, например. Ну, да, а свой информации? Все банально, все гениально и просто. Способы связи. Способы связи. Да, вот, спрашивай знакомых, вот здесь все просто, не будем застряться. А вот с гвоздем как быть? Нам же решить сейчас надо, но здесь вот живая задача. Как решить? Это реально вообще? Да. Ну, только что Михаил сказал, что надо сделать. Найти человека. Найти человека. Ну, так ищи его. Роман. У меня спросить, ты умеешь? Да, но как это сделать? Умею, умею. То есть узнать у меня. А ты это делал уже? Да. Три, две, четыре. Ну, много. Три, четыре раза вот на тренинге. И дома еще баловался. Вот. Спросить у меня, да? И второе, узнать, собрать информацию. О этой, оба этих, как бы, о нашей цели собрать информацию. И реализовать, действовать. Показываю? Да. Все. Не придумай. Лапчик, ты просто открывался. А я тебя спросила, использую вторую руку или нет? Сказал нет, а ты сейчас двумя руками. Чтобы удержать. Нет, чтобы удержать. Чтобы удержать, я не буду вторую использовать. 12, 5, 5. Ну, 11, 12. Берем гвоздь. Да не бывает, падает. Ну, в принципе, ясен. Ну, даже нет. Ни фига себе. Двенадцать гвоздей. Нормой шляпки. Ну, пожалуйста, гиб. Действительно легко. Пути решения без себя. Как меня вызвали. Облаживай. Алгоритм понятия. Как бонус. Алгоритм рассказал. Теперь, чего не хватает нам для реализации. То есть, у нас есть цели. Мы нашли, узнали, как двигаться к ней. Так? Теперь связываем. Теперь вы записали 5 своих ценностей. Теперь еще раз свяжите, как ваши ценности. Ваша реализация вашей цели поможет вашим ценностям. И плюс, что вы будете делать, когда реализовываете свою цель? Что вы будете делать по сути? Вот прямо запишите себе, ибо сказанное, и продуманное, это одно. А когда вы записали, что занимаясь вот этим, по факту я... Ну, по факту не надо писать, по факту вы как бы, ну, там одно. А по сути, что вы будете делать по сути? Потому что ценности записали стычки. Да, там работа большая. Как зовут девушку? Меня Катя. Катя. Я сама... Расскажу. Я сама звание листочек, мне ручка. Расскажу. Вот, связали? Теперь каждый скажите мне, что вы будете делать? Ахтея, что ты делаешь? Сейчас буду делать? Буду, делаешь и будешь делать. Учиться от другого. Учиться от другого. Причем посмотреть, что она занимается, как правильно. Отлично. Собрать максимум информации. Когда ты начнешь действовать, по факту, ну, ты будешь одно делать, ты у нее знаешь, что делать. А по сути, что ты будешь делать? Подниматься вверх. Становиться лидером. По сути, ты становишься лидером. Самое главное, когда вы делаете, когда вы приносите каталог, когда вы, ну, предлагаете, делаете звонок, чтобы было осознание, я что делаю? Я храм строю или кирпичи таскаю? И вот именно этот фокус внимания как раз вам позволит, чтобы у вас была энергия, чтобы был энтузиазм, чтобы вы с кайфом, с адреналином и вообще, ну, я что делаю? Я мир лучше, я мир лучше делаю. Вот я тут, что делаю по факту? Рассказываю. Рассказываю. Что-то вам вообще рассказываю. Обещаю. А по сути, что я делаю? Настрой. По сути, что я делаю? Обучаешь. А? Обучаешь, да? Делаешь мир лучше. Совершенно верно. То есть я через, да, я через тренинги делаю мир лучше, потому что вы сейчас возьмете инструменты, пойдете предлагать людям работу. Кто-то ищет, да, качественную косметику, кто-то ищет, ну, по-любому есть кто ищет, и вы будете это нести в мир, и это будет как бы расти, развиваться, и это супер. Вы делаете мир лучше через Арифлейн. И главное это просто осознавать и связывать. И фокус внимания, она хорошая. Как удерживать фокус внимания, я вам сейчас расскажу. А для начала давайте вот все подошли. Мы начнем вот с чего. Фокус внимания. Что это, как это, для чего это. И, как всегда, быть позитивным и при движении к своим целям. А вопрос такой, зачем быть позитивным? Чтобы энергии было. Когда ты хорошо себя чувствуешь, когда у тебя есть хорошее настроение, есть, ну, я по ощущениям, да, есть энергия для делания. То есть, когда ты достигаешь чего-то, сейчас я как комка на всем. Когда ты достигаешь чего-то, получаешь результат, ты хочешь делать это еще больше. Совершенно верно. Вот. То есть, когда ты достигаешь стиля, вот это и есть позитивное настроение. И тогда ты хочешь делать еще больше, еще дальше идти. Отлично. А я сейчас, вот, а если результата нету, то что-то... Очень плохо. Очень плохо. Вообще хочется так вот прятаться и куда-нибудь... Отлично. А сейчас, вы знаете, как, когда нету результата, тоже радуется. Хотите понять настроение? Конечно. Ну, сейчас-то хорошее еще. Сейчас задание. Необходимо будет встать, сказать любому соседу на ухо одну вещь. Я вам скажу какую. Ее надо будет сказать, и мы ее проделаем. И после этого у вас будет, ну, как бы, будет хорошее впечатление о себе. Я сделаю так, что вам будет очень приятно. Вы поймете, что вообще, что поле непаханное, и вы можете его пахать. И вы, когда уйдете, будете его пахать. Пахать. Встаем. Говори вам, любому соседу на ухо, сколько вы можете пропрыгать на одной ноге за одну минуту. Если вы это уже знаете, то скажите реально, вот, вот, с учетом этих знаний, скажите реально, сколько вы пропрыгаете. Я это делала просто уже много раз. Ну, вы уже знаете, и вы уже можете реально сказать. Да? Мне участвовать в этом? Да. За минуту, да? За минуту. Или за 30 минут? Вот я засекаю минуту у меня. Так, еще раз нужно сказать. За одну минуту на одной ноге пропрыгать. Сколько вы пропрыгаете за одну минуту на одной ноге? Есть? Я забыла к тебе, что на тренинг иду, а делка. Снимай. Все, готовы? Да. Сказали? Нет. Еще не сказали. Все, то пропрыгайте еще. А? Пропрыгайте все. Да. Вы сказали друг другу? Нет, вы сказали. Ну, столько скажите. Давайте, говорите. Давайте, говорите, послушайте. А мы сказали друг другу. Я тоже говорю? Да. Да, все друг другу. На одной ноге прыгайте. Вы считаете, что недостаточно знаний у вас? Не будете, да? На улице, если ты стесняешься, но у тебя мнение о себе не очень, будешь подходить и знакомиться? Нет. Но смысл в том, что вы сейчас, в этом упражнении вы, сейчас соберусь с мыслями, в этом упражнении вы занижаете свои способности, потому что мы пропрыгали не минуту, а 30 секунд. Ай, вообще, крепко, лакошка забыл. Представляете, насколько больше вы можете? Нет. Насколько больше вы можете? Представили? Сейчас у вас есть какой-то уровень, ну, уровень материальных благ, уровень коммуникации, уровень связей, а вы могли гораздо больше. Есть? Конечно. Да? Эта мысль доставляет вам радость? Ай? Конечно. Радость доставляет? А-а-а-а! Блин, у меня мог бы быть сейчас Мерседес, а у меня его нету. Не очень радостно. Не очень радостно. Не очень. А как надо подумать, чтобы было радостно? Есть к чему стремиться? Есть к чему стремиться. А к чему стремиться, если вы уже знаете, что вы уже можете больше? Делать. Получается, что я сижу на попе ровно и не делаю. Может быть больше. Еще грустнее становится. Еще грустнее становится. А еще грустнее становится. Совершенно верно. И сейчас я вам дам самый главный секрет, как сделать так, чтобы не сидеть на попе. Да, и всегда была энергия. Всегда была энергия. Смотрите. За короткий период надо многого успеть дать. И да, я... Желание большое. А мы, интересно, станем встретиться с тобой лично, так что все успеют дать. Ну, извините. Тогда слышите. Чтобы больше успевать, чтобы больше делать, чтобы быстрее достигнуть своих целей, необходимо, чтобы ваш фокус внимания был на хорошем. Чтобы по факту, чтобы по факту, когда у вас одно, по сути, было только хорошее. Как сделать так, чтобы по сути было только хорошее? Давайте возьмем любое ваше действие в Арифлэйн. Самое обычное действие в Арифлэйн. И разберем. Что? Рассылка. Рассылка. Давайте, так уж и некомфортно, и особо, ну, как бы, надо напрягаться. Рассылка. Рассылка на улице. На улице стоять и раздавать раздавашки. Самый простой и самое... И самое такое, да, отличное. Тогда уж соцзапрос, что их раздавать-то лучше. Ну, кому-то вот раздавашки раздавать, а кому-то. Соцзапрос или раздавашки? Соцзапрос. Ну, это хотя бы более-менее человек. Просто раздавашки. Ну, профессионал, он не... Соцзапрос. Сюда понятно, что можно поставить вообще любое действие, которое вы можете делать. Будь то каталог в магазине предлагаете, будь то презентацию проводите. Если вы... Вот какие мысли, когда вы проводите соцзапрос? Сейчас скажут, что пошлют куда-нибудь. Сейчас скажут, что пошлют. Ну, там. Чего бы не думал. А самая такая мысль... Сейчас знакомый. Знакомый какой-то, который не страшно уже. А вот отказ страшный. Не хочется слышать, нет. Не хочется слышать, нет. Знакомый, да, увидит на улице. От этой мысли хорошо или плохо? От этой мысли хорошо или плохо? Плохо, плохо. Плохо. Она помогает или мешает? Мешает. Мешает. Зачем тогда думаешь? Не знаю. Голова думает. Голова думает. Стереотип, наверное. Стереотип мышления. Совершенно верно. А как так сделать, чтобы думать о хорошем? Действовать, короче. Действовать. Пару раз если получится, у тебя там уже всё дальше. В самом главном разе получилось. Получается, что надо поменять стереотип. Поменять свой фокус внимания на другом. Как это сделать? Как это сделать? Самое главное. Когда вы стоите на улице, давайте представим это ситуация. Стоишь на улице и предлагаешь. Как сделать так, чтобы было позитивно и доставляло удовольствие? Начнем с того, что... Где у меня что-то? Рука. Если выйти и сразу 20 человек, прям, ты сюда, давай, ты там, давай, тоже подписывайся. Что через пять минут с тобой будет? Когда тебе... Да пошел ты тоже. Энтузиазм упадет. Энтузиазм упадет. Соответственно, когда ты выходишь работать, и ты знаешь, что пять человек я опрошу, а вот 20 уже много. Соответственно, надо 20 опрашивать, я же... Или начать потихоньку. Как лучше? Начать потихоньку. Начать потихоньку. То есть начать потихоньку. До первого посыла. Да-да-да. Да даже не обязательно посылают. Просто, там, не ему пройдут. Просто или нет. Ну, я не знаю. У нас люди, в основном, культурные, крайне редко случаются такие, что... Ну, давай. Вышел первый день. Вышел первый день. Пять человек опросил. Ну, например. Или там одного. У каждого же... Ну, кому-то одного комфортно. Кто-то 20 выйдет, сделает. Но самое главное, делайте это потихоньку. По чуть-чуть. Это алгоритм расширения зоны комфорта. Я его адаптировал для этого. Ну, как бы сейчас адаптирую для вас специально. Делайте это потихоньку и по чуть-чуть. И самое главное, вот, механизм. Вы что-то делаете. Вас, вот, вот, совершил соцопрос, совершил любое действие. Вам сказали что-то плохое. У вас в мозгу какая связь? Ну, пойду. Это уже следствие этой связи. Связь какая образуется нейронно в голове? Я сделал, вот, например, я... Да, я сделал. Горит огонь, я рукой, ну, как бы, туда. Мне больно. У меня в мозгу какая связь? Взаимосвязь? Брать руку. А? Брать руку. Негативный опыт. Негативный опыт, который мне говорит что? Не лезь. Огонь. Плохо. Плохо. Когда я стою на улице, я к человеку подошел, а он меня послал. У меня какая взаимосвязь? Плохо. Плохо. И в следующий раз, когда я буду к нему подходить, у меня что будет? Страх. Страх? Да. Блин, он это пошлёт я вообще, да? Да. Вот. И уже неохота. А быть лидером-то охота? Да. Да? Что делать? Надо, чтобы было, подошел, было удовольствие. А как это сделать? Вот давайте вот. Мне же, будет супер, если я от вас услышу, как сделать так, что подошел, тебе послали, а у тебя удовольствие. Похоже на что-то, да? Нет. Скоро. Когда от плохого получаешь удовольствие. Как это сделать? Нужно подумать, как хорошо, что он мне послал. Следующий обязательно скажет, да. Тим самым мы устанавливаем. Мы что-то делаем новое, получаем удовольствие. Ну, новое удовольствие. Новое удовольствие. Надо сделать взаимосвязь. Не важно, будь то на улице всё с опросом. Будь то, что бы вы ни делали. Вы делаете шаг к своей цели. И неважно, какой результат, надо вызвать у себя удовольствие. Если, наверное, на улице друг увидит друг. Ну, и он раз, ну там, что-то сказал себе, сделал вид и прошел. Надо, что будешь делать? Если ты подумаешь, что… Зарегистрировать его. Да. И поставить рядом с собой. След ему. Ты следующий. Ты попал. Необходимо, вот самая суть, которую я до вас донесу. Необходимо, чтобы новое удовольствие. Как это сделать? Какое удовольствие мы можем получить прямо на месте? Улыбнуться. Улыбнуться. Ещё что можно сделать? Пожелать что-нибудь хорошее человеку вслед. А? Пробожи пожалеть его. Нет, пожелать ему отличного дня, настроения. Ему возможность стать директором в будущем. Ну, говори, говори, а то что-то… Нет, офискаивали. Если… Это первый человек, который предоставляет возможность, будучи стать директором, если у нас всё это появится. Необходимо внимания дальше идти. Всё. Ага. А потому что все знают. Когда выходят, все знают, что отказываешь на суд. Поэтому все уже подготовлены идут туда. В начале я про что говорил? Про суть. Вот если вам отказали… А если вы вспомните суть во время, когда вам отказали, если вы вспомните про суть, что будет? Это маленькая частичка покажет, что-то незначительное. Это маленькая, да. А у меня цель вообще большая. Я здесь что делаю? Вот я отказ сейчас получил, я предлагаю людям, я действую. По факту вы как бы не отказали, неудачи. А по сути опыт и по сути вы двигаетесь к своей цели. И вот именно в момент, когда вы это делаете, необходимо вспомнить про суть и второй такой момент вообще классный. Это похвалить себя. Вспомнить про суть и похвалить себя. Где? Вот. И давайте сейчас сделаем наш тренинг. Закроем глаза. Закроем глаза. И прям задача закрыть глаза и похвалить себя. Скажешь когда все. Давайте кратенько тут тарик садить. Окей. Я молодец, я пришел, я развиваюсь, я двигаюсь к твоей цели. И вот тоже самое только с сексуальным голосом. Я. Не переборщите. Особенно когда в ванной закаляетесь. Все. Открываем. Молодцы. Удовольствие есть? Ученые установили факт. Человеку для нормальной жизни необходимо удовольствие. Есть гормон счастья. Есть, да? Ты ешь шоколадки, будешь тебе шоколадок. А люди вообще все делают только для того, чтобы получать удовольствие? Ученые установили, это надо. Это человеку для нормального функционирования необходимо удовольствие, счастье. Человек, он от природы создан так, чтобы получать счастье. А когда ты похвалил себя, счастье получаешь? Конечно. Супер вообще. Поэтому, какой алгоритм? Вышел, действуешь, неважно, соцопрос это или что-то. Предложил, отказали, похвалил себя. А за что похвалил, когда тебе отказали? За то, что тебе отказали. Супер вообще, я не отступил, я сделал, я не побоялся, я действую. Да, мне отказывают, но на 10 отказов, один, да. Ученые тоже проводили исследования. Прям, что вот, процентное соотношение, есть статистика, что на 10 отказов, одно да. Причем, ты можешь, там, 90 раз тебе откажут, а потом 10. Да, 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 это вообще классно. Да? И, а если ты еще удовольствие получаешь, когда тебе нет, говорят, у тебя там нет, 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 у тебя удовольствие. Да, 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 у тебя вообще удовольствие. Вот. Поэтому, связывайте удовольствие с новыми действиями. Связывайте удовольствие с новыми, новые действия с удовольствием. А удовольствие на месте какое можно получить? Похвалить себя. И вспомнить о чем? О цели. О цели. Я что делаю? Я тут много. Я тут людей опрашиваю или я делаю семью счастливей, богатей, я помогаю родным. Я что делаю? Я мир лучше делаю или лекцию провожу. И когда у вас будет вот посыл именно от сути, от сути двигаться, мотив от сути, любые горы сдвинете. Сдвинем? Конечно, сдвинете. Я вам гарантирую. Почему? Потому что в 15 лет я приехал в Саратов. У меня не было вообще ничего. Я жил в деревянном бараке, мне высылали 500 рублей в месяц. Прошло 10 лет. И сейчас у меня свой бизнес, я свободный. Я открыл спортзал, развил его, преподавал рукопашный бой. Самое большое мое достижение я выиграл международный турнир по боевому шоу. И все это сделал с нуля. А если бы я еще знал, что это с позитивом можно делать? Было вообще классно. А последние годы я с позитивом. Вот я узнал из Хака, что можно с позитивом еще все это делать, получать это удовольствие. И двигаюсь с Нового года вообще с минимильными шагами. То есть сегодня у меня первый корпоративный тренинг, я считаю, что это победа. Полгода назад я бы выступить вообще нет. А сейчас я делюсь уверенно. Я знаю, что эти инструменты работают. Осталось только вам их применять. Но я в конце обязательно сделаю так, что вы их будете применять. гвозди. Вы думаете фокусы? Нет. Забьем. Поставим напоминание вам. А где? Извините, спросите. Вот. Поэтому давайте подведем итог. А как мы его подведем? Чтобы чему-то научиться надо что сделать? Делать. Делать. Хороший вариант. Учиться. 你可以 сделать это. Учиться? Хороший вариант.